Всем привет! На данный момент компания Vivo делает очень даже интересные и достаточно производительные смартфоны. Для меня флагманская серия X является очень даже неплохой. Как мы знаем, совсем скоро компания анонсирует флагманский смартфон под названием X70, который должен получить очень много интересных решений. И вот на днях новинка прошла тестирование в знаменитом бенчмарке Geekbench. Судя по опубликованному в сети протоколу испытаний, Vivo X70 будет отличаться от своего предшественника одной из ключевых характеристик – маркой установленного процессора. А также на данный момент известны практически все технические характеристики смартфона. Итак, основные фишки X70 – это AMOLED-экран с разрешением Full HD+, с частотой обновления 120 Гц, также есть защита от повреждений дисплея Gorilla Glass 6-го поколения, мощный энергоэффективный процессор от компании Mediatek, а именно Dimensity 1200, целых 12 ГБ оперативной памяти, а также мы получим фирменный процессор обработки изображений и оптику CES для основной камеры и многое другое. А теперь поподробнее. С вами канал Техноум. Поехали! Итак, базовый смартфон линейки, а именно X70, как я и говорил ранее, появился в базе данных бенчмарка Geekbench, что раскрыло его ключевые характеристики. Устройство получило номер модели V2104. По результатам испытаний аппарат, оснащенный 12 ГБ оперативной памяти, набрал 859 баллов в однопоточной дисциплине и 2946 баллов при использовании всех ядер. Работал смартфон под управлением операционной системы Android 11. Основные фишки системы это пузырковые уведомления, всплывающие окна со снимками экрана, управление умным домом, переподключение к Wi-Fi, запись экрана, расписание для темной темы. По предварительным данным, смартфон Vivo X70 получит достаточно неплохой экран. Выполненный по технологии, конечно же, AMOLED с разрешением Full HD+. Напоминаю, преимущество такого экрана это почти мгновенная реакция, сниженное потребление энергии при показе темных тонов, малая толщина, раздельное свечение, пиксели. Что немаловажно, кадровая частота дисплея будет 120 Гц. И защищен он будет стеклом Corning Gorilla Glass 6-го поколения. Проведенные компанией Corning лабораторные тесты показывают, что в среднем Gorilla Glass 6-го поколения выдерживает 15 падений с высоты не более 1 метра на твердой поверхности, что в два раза превосходит возможности Gorilla Glass 5-го поколения. Понятно, что это теоретическая статистика. И при падении имеет значение тип поверхности, на которую падает смартфон, угол наклона, наличие неровностей и еще множество факторов. В смартфоне будет отдельный чип обработки изображения ISP для более высокого качества фотографий. Про основную камеру на данный момент информации, скажем, прямо немного. Известно только, что она будет с 5-кратным оптическим и 100-кратным цифровым зумом. А также мы получим оптику от знаменитой компании CES. Думаю, что все знают такую компанию. Итак, согласно публикации на сайте бенчмарка, гаджет будет построен на базе мобильной платформы MediaTek Dimensity 1200. Процессор показывает, скажем прямо, отличные результаты в производительном режиме. Напоминаю, чип стал первым для производителя 6-нанометровым продуктом. Dimensity 1200 получил ядро А78 с тактовой частотой 3.0 ГГц, а также 3 ядра Cortex-A78 на 2.6 ГГц и 4 ядра Cortex-A55 на 2.0. Для сравнения, Dimensity 1000 Plus работает на частоте 2.6 ГГц, а максимальная частота ядер в Snapdragon 865 составляет 2.84 ГГц. Однокристальная система получила 9-ядерный графический ускоритель Mali-G77. Dimensity 1200 поддерживает экран на частоте 168 ГГц, а его 5-ядерный процессор обработки изображения поддерживает камеры разрешением до 200 Мп. Кроме этого, с обновленной системой искусственного интеллекта обработка ночных снимков стала на 20% быстрее. Есть поддержка 64-битных данных. Устройства, в которых установлен MediaTek Dimensity 1200, могут работать в сетях 5-го поколения и 4-го поколения. Анонс серии Vivo X70 ожидается в сентябре 2021 года. Точная дата анонса и другие спецификации новинки производителям, увы, не раскрывается. Ну что же, ребята, на мой взгляд, с каждым годом от компании Vivo мы получаем все лучше и лучше смартфоны. Я вообще очень рад, что на данный момент на рынке очень много игроков. Потому что, как вы знаете, сейчас, например, компания Sony уже не сильно котируется. Компания Huawei уже сейчас тоже упустила свои позиции, потому что все-таки люди не могут работать в полной мере со смартфоном, который не имеет сервисов Google. К сожалению, это так. Чтобы не говорила компания Huawei, люди не готовы жертвовать экосистемой Google. Как есть. Но, как вы знаете, Vivo сейчас на достаточно неплохом счету. Потому что Xiaomi, бог, царь смартфонов из Китая, сейчас уже не такой хороший, как было раньше, потому что цены на данный смартфон достаточно неплохие. И все-таки люди уже смотрят на других производителей из Поднебесной. А в частности, компания Vivo предоставляет достаточно неплохие технические характеристики за небольшие деньги. И вы должны понимать, что серия X у компании Vivo является самой топовой. И мы получим все самое лучшее. Конечно же, на данный момент не сильно много информации. В основном сейчас информация есть про Vivo X70 Pro Plus и так далее. А вот простая версия данного смартфона, как Vivo X70, увы, обделена информацией. То есть, на мой взгляд, это упущение компании Vivo могли бы уже давно вкинуть в интернет какие-то данные. Про основную камеру известно немного. Самое главное, что мы получим MediaTek Dimensity 1200. Все скажут, что это же такой плохой процессор, лучше бы установили дракон, дракон, он услышал всех. Но кто пользовался смартфонами с Snapdragon 888, понимает, что данный процессор сейчас показывает себя не с наилучшей стороны. Потому что смартфон очень сильно нагревается. И все-таки это очень большая проблема. А Dimensity 1200 показывает себя очень и очень хорошо. И он не нагревает ваш смартфон. Ну что же, ждем данный смартфон. На мой взгляд, Vivo X70 получится очень и очень достойным продолжением линейки. Кому понравилось видео, ставим лайк и подписываемся на канал. Всем спасибо, всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok